Поисковые отряды разыскивают в первую очередь погибших в Великой Отечественной войне. Экспонаты, собранные в музее, это в основном вещи, найденные в местах сражений. Их пока немного. Стенд одного бойца с котелком, который переходил к другому солдату только в случае гибели. Он сменил четырех хозяев. Рация из Смоленской области, которую перед минометным обстрелом не успел уничтожить связист. Миномет Б-37 был найден в Бельском районе Тверской области, в месте, где шли сражения в июле 42-го года. Видно, что он крутится, все механизмы работают и сейчас. Мы даже его в принципе не разбирали, просто почистили сверху, удалили всю ржавчину. Он начал разбираться. Благодаря усилиям еще тогда, ребят, которые его хорошо упаковали, мы можем сейчас посмотреть, как он был устроен. На нем стоит год, 1941-й. На нем стоит заводской номер, который продублирован везде, это 528. То есть это меньше тысячи их в тот момент еще выпустили. Поисковые отряды, а их в Рязанской области 5, занимаются поиском бойцов военной реконструкции, ищут родственников погибших. В прошлом году подмосковный отряд «Электросталь» нашел останки и медальон рязанского бойца Дмитрия Елисеева. Село в Спасском районе, где он родился, фактически вымерло. Узнали, что семья после его рождения переехала в Мурмино. Нашли родного племянника, сына старшего брата этого бойца, родного племянника нашли. Он тоже фронтовик, с 1927 года рождения. Он очень тоже с теплом отнесся к этой информации, ждал всю жизнь, знал, что его дядька погиб честно в бою где-то, что он не предатель. И наконец-то он эту информацию получил. Следы детей и внуков также затерялись, но в поисковом отряде не теряют надежды. Там где-то в дренажном канале похоронен боец. Ну, похоронен, прикопан вместе с винтовкой и со всем, что у него было. В апреле, как только сойдет снег, поисковый отряд АК отправится в Смоленскую область. База отряда будет располагаться во Владимирском тупике. Это Холм-Жирковский район. В прошлом году там были найдены останки бойца и медальон. Это боец Рыбальченко, но, к сожалению, останков достаточно мало. Видимо, то ли растащило во время взрыва, то ли растащило во время рубки леса или еще как-то. В общем, есть большая доля вероятности, что мы все-таки его до конца донайдем. Еще были найдены еще два медальона. То есть, возможно, он лежит там не один. Это как раз вот на, получается, северо-запад от тупика наше место будущей работы. Кроме того, рязанские поисковые отряды в этом году впервые будут работать в Крыму, а также поедут на раскопки в Орловскую область. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».